Страна ФМ и Спортэкспресс представляют О чем, Наташа? О фигурном катании, о биатлоне, наверное, о лыжах, да, наверное? Да, у нас большой выбор. Давайте все по порядку. Я предлагаю начать с чемпионата Европы по фигурному катанию, который завершился буквально в воскресенье в Минске. Россия оказалась на втором месте в общекомандном зачете. В принципе, у нас есть и золотые медали, но вот я читаю прессу спортивную и как-то не очень-то довольна профессионалами нашими результатами. Наташа, давай вот разбираться. Что не так? Ну, мы привыкли к тому, что на европейском уровне российские фигуристы, ну, говоря простым языком, выкашивают. Наташа, про себя, секундочку, если можно, чуть-чуть поближе микрофончик. Подтяни прям. Просто только выходят, и все уже штабелями падают. Да, потому что если сравнить уровень финансирования, популярности, в целом отношения в стране к фигурному катанию, то Россия тут, ну, впереди Европы точно, а может быть и впереди вообще планеты всей. То есть это по-прежнему наш знаковый вид спорта? Конечно, это знаковый вид спорта. И если, ну, большинство, скажем так, европейских фигуристов испытывают некоторые проблемы с финансированием, со льдом, со временем на льду, потому что все катки заняты, время расписано по шансам, то в России с этим проблем вообще нет. То есть наши фигуристы готовятся профессионально некуда. У них и хореография, и тренажерный зал, и неограниченное время на льду. Все, что угодно, вот чтобы добиваться результата. Результаты, конечно же, мы добились. Здесь девочки заняли первое и второе место, да, Соня Самодурова, Алина Загитова. В танцах второе место, ну, наши спортсмены уступили лидерам, действительно, французы. Французы. Морозов, в принципе, у них есть амбиции, чтобы быть лучшими в мире. Но вот это второе место тоже позади французов, это немножко, так скажем, настораживающе, потому что мы привыкли, что парное катание – это наш вид. Может быть, исторически даже более наш вид, чем женское, одиночное, потому что все вот эти блестящие пары, начиная с Ирины Родниной, да, и заканчивая вот сейчас там Волосожар Траньков, там. То есть у нас есть много поколений олимпийских чемпионов, и жалко вот этот вид упускать и отдавать кому-то еще. Но тем более мы привыкли, но не привыкли, а сейчас такое бывало, что весь пьедист стал наш. Конечно, да, то есть спортивные пары – это чуть ли не наша культовая такая штука, да, и теперь вот получается, что он постепенно от нас уходит. Ну и мужчине тоже, конечно, обидно, это уже стало немного таким мемом, по крайней мере, в кулуарах, что опять упал, к сожалению, это опять произошло. Давай уточним, упал Коляда. Да, Коляда упал, не хочется обижать Мишу, я понимаю, что он старается, и что эти прыжки, падения связаны с риском. Это не то, что человек упал на ровном месте. Он действительно делает очень рисковые элементы, но, к сожалению, пока вот их срывает, хотя потенциально, конечно, он может быть лучшим не только в Европе, но и в мире, возможно. Наташа, слушай, я хотел подробнее поговорить все-таки вот про наших девочек, да. Почему у Загитовой так получилось? Но ведь человек с железной волей, да, иначе просто никак мы все об этом знаем. И почему? Честно говоря, вы знаете, я невнимательно следил вот за тем, что происходило с Самодуровой до этого чемпионата Европы, и я, честно говоря, его фамилии вообще не слышал никогда. Ну, знаешь, вот это парадокс, потому что, на самом деле, Загитова и Самодурова ровесница, им обе им по 16 лет. 16 лет. 16 лет, вот вдумайтесь, да, мы говорим, железный человек с волей должен выигрывать с опытом, с титулами, а им всего лишь 16 лет. Просто у Сони день рождения попал немножечко в другие числа, и поэтому она вот в прошлом году не имела права выступать по-взрослому, а Алина имела и стала олимпийской чемпионкой. А Софья где-то там просто каталась на этапах Кубка России, хотя они ровесницы, повторю. Давай еще раз вот уточним, получается, Софья Самодурова, девочка, которая завоевала первое место на чемпионате, она ученица Мишина, и Загитова, ученица Тутберидзе. Этери Тутберидзе, да. Слушай, давайте об этом поговорим еще, потому что интересные темы. Давайте, давайте обязательно вернемся. У нас небольшой перерыв, через 3-4 минуточки мы продолжим программу «Стране о спорте». Страна ФМ и Спортэкспресс представляют «Стране о спорте». Лайф. Все, что вы хотели знать о спорте, но боялись спросить, прямо сейчас у нас здесь, на «Стране ФМ», и вот сейчас мы подводим итоги чемпионата Европы по фигурному катанию вместе с обозревателем издательского дома «Спортэкспресс» Наталья Марьянчик. Вернемся к нашим девчонкам, потому что не можем мы не обсудить вот этот вот феноменальный успех с Самодуровой, с Соней, да, правильно? 16 лет, первый чемпионат в жизни. Первый взрослый сезон. Первый взрослый сезон. Что помогло, на твой взгляд, как профессионалы ей справиться с волнением, и почему, например, то же самое не сделала с собой Загитова? Тут была определенная битва тренерских школ и вообще разных подходов к фигурному катанию. Ну, мы уже говорили о том, что Соню тренирует Алексей Мишин, опытнейший, а у Алины Загитовой, ну, тоже уже опытнейшая, да, Этери Тадберидзе. Так вот, у них были совершенно разные программы. У Самодуровой была не самая сложная программа, не самая сложная даже для Европы, не говоря уже о мире. Технически, да, я имею в виду по набору элементов. Есть определенный коэффициент сложности, и, соответственно, чем сложнее программа, тем больше баллов ты потенциально можешь за нее набрать. У Самодуровой была такая, ну, вполне средняя программа, даже не то что на российском уровне, есть куча девочек, которые выполняют более сложные элементы. Но козырь, такая фишка Сони в том, что она эту программу катает безошибочно. То есть она на Европе, она не допустила даже минимальной помарки, но вообще на протяжении всего сезона у нее не было ни одного падения, ни одного какого-то жесткого срыва. То есть то, что она умеет, она делает на все 200%. У Алины программа очень сложная. Она, если брать вот по тому самому коэффициенту, она на голову выше, чем программа Сони. Но, к сожалению, в силу, скорее всего, каких-то комплексов и физиологических, и психологических проблем, из раза в раз Алина с этой программой сыпется. На то, чтобы ее облегчить, Тутберидзе не пошла, ну, не знаю, по каким-то своим соображениям. И получилось, что Мишин ее переиграл полностью. То есть лучше выйти и сделать свое, что ты умеешь, и сделать это круто, чем заявить супер-пупер программу. Но, к сожалению, справиться с ней вот у Алины не получилось. Вообще интересная история, получается. Они одного возраста, да, ну, практически. Но считается как-то, что Загид уже монстр, да, такой. А Самодорова это прям, ну, совсем новичок как будто. Ну, это история такая с неким форсированием, на мой взгляд, формы. Сейчас я, наверное, наживу себе много врагов. Но то, что, конечно, Алина в прошлом году выступала просто на максимуме своих возможностей. Ей было 15. Пубертат еще не начался или был в самом-самом начале. И она выжила из своего организма просто максимум. Она выжила не зря. Она стала олимпийской чемпионкой. А вот Соня не стала. И мы не знаем, станет ли когда-нибудь. Потому что еще три года до следующей Олимпиады это целая вечность. Наташа, а скажи, пожалуйста, для Загитовой второе место это прям совсем плохо? Вот для спортсменки такого уровня, да, такого калибра? Ну, ты знаешь, фигуристки обычно, когда оценивают себя, они говорят не о местах, а о прокатах. Вот это такой вид спорта, где важно кататься чисто. Алина каталась, ну, совсем плохо, если честно. Поэтому даже если бы она выиграла с такой программы, я уверена, что она была бы недовольна собой. Не совсем та победа, которую хотела. Конечно. Когда ты падаешь, когда ты срываешь элементы, даже если тебе после этого вешают на шею медаль, ну, честно, это не приносит удовлетворения. Ну, она даже извинилась перед своими болельщиками, прямо сказала, что... Конечно, ее очень поддерживали, ей бросали плюшевые игрушки, ей подарили огромного такого... Слушай, а медведи это гижи, да, все выкатили там на слет? Ей бросили, да, 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 болельщики, это такой был плюшевый флешмоб. Ну, это такая распространенная... Плюшевый флешмоб. Да. Плюшевый флешмоб. Распространенная же вот эта вся история, когда человек выигрывает в раннем возрасте, и все, и больше. Ну, вот, например, та же самая Лепницкая, да, вот эта история, то, что как бы, ну, не продолжила она свою спортивную карьеру, дальше остановилась. Это именно для женских видов спорта распространенная история, потому что мальчики обычно созревают позже, и уже если созревают, то на следующий год их как не вырубает, как правило. Слушай, ну, все равно большинство людей обычных, да, в голове сложно это укладывается, и у меня тоже, когда в 16 лет, а у тебя практически завершение карьеры. Ну, как-то... Ну, вот, с другой стороны, так все устроено. Ну, такой вид спорта. Есть еще спортивная гимнастика, где, в принципе, похожая ситуация, не со всеми, но бывает. Это такой период взросления, который девочкам в сложно-координационных видах спорта, где важна скорость вращения, сила отталкивания, и каждый сантиметр прибавки в росте и прибавки в весе, неизбежно с этим связанной, просто ломает технику напрочь. Слушайте, я вдруг подумал, как хорошо, что мы уже подросли слегка, и нам никуда не надо, ниоткуда не надо уходить, не надо ничего бросать. Послушай, как хорошо, что у нас нет за спиной строгого наставника, который говорит, Кутузов, крути свой аксель. У нас есть строгий наставник, который говорит, что у нас надо сделать небольшой перерыв, после которого мы продолжим программу «Стране о спорте». Будут все здесь. Доброе утро. Страна ФМ и Спортэкспресс представляют. Стране о спорте. Лайф. Обозреватель издательского дома «Спортэкспресс» Наталья Марьянчик сегодня отвечает на наши с Кутузовым каверзные вопросы спортивные и, собственно, вот сейчас пытается объяснить, что произошло на чемпионате Европы в Минске, речь о фигурном катании. И давай все-таки какие-то прогнозы сделаем по чемпионату мира по фигурному катанию, который состоится вот где-то вот конец февраля, начало. Состоится во второй половине марта в Японии. Там же, смотри, Наташа, извини, пожалуйста, я сразу вот предвосхищу весь твой разговор, всю твою речь. Ведь там же добавляются американцы, добавляются японцы, как минимум. А у себя дома? У себя дома, да, да. Нет, китайцы сейчас не теряются. То есть там будет история намного сложнее, чем Европа? Конечно. И на самом деле хочу, ну, пусть я окажусь не права, но лучше я предостерегу всех болельщиков, что легко может получиться так, что у нас вообще не будет золотых медалей на этом чемпионате мира. А канадцы еще тоже. Да, канадцы очень сильны там в танцах, например, в спортивных парах тоже. Потому что, ну, наша главная ставка, это, конечно, женское одиночное катание, но там у нас есть такая девочка Рика Кихира, японка. Ей тоже 16 лет. Она прыгает сложнейший элемент тройной аксели, и она уже выигрывала у Загитовой в этом сезоне на финале Гран-при. И есть еще и другие японки тоже очень сильные у себя дома. Ну, будет очень сложно, честно. То есть японцы, получается, и мальчики сейчас прям вот топ-топ, и девчонки подтянулись. Ну, Япония — это страна, где вот фигурное катание по популярности может сравниться с Россией вполне. И даже у наших лучших фигуристок, и у Евгения Медведева, и у Алины Загитовой, есть японские спонсоры. Они пишут в Инстаграме на японском языке зачастую. Ну, там, конечно, им помогают, я думаю, но все равно это говорит о многом. Это говорит о том, что даже у наших российских девчонок основная аудитория — это японцы, японки, где они безумно популярны. Они подарили Алине собаку, которую зовут тоже японским именем, японской породы. То есть они там национальные звезды, наши девчонки. Да, они звезды, их очень любят. Им тоже будет очень приятно, с одной стороны, там выступать, с другой стороны, это огромная ответственность. Я думаю, там будет просто сумасшедший ажиотаж. Ну, все-таки, несмотря на то, что ты сказала про золото, да, чего не хотелось бы. В смысле, хотелось бы, конечно, золото, и не только его. Но вот так вот пока гипотетически, да, там, за месяц с копеечками, да, до начала чемпионата мира, где бы, ну, в принципе, мы могли бы рассчитывать, конечно, на золото. Вот у меня вопрос. Если вдруг, прости, Влад, если вдруг Загитова соберется и со своей наставницей, как Танисова, ее психическую систему проработают, может она стать чемпионкой? Конечно. Если Алина, ну, безупречно, так как она это делала в прошлом году, как она это сделала на Олимпиаде, откатает свою программу, я думаю, что она выиграет. Ну, да, у японки, может быть, по элементам она технически более сложная, но она также нестабильна, потому что сложность влечет за собой большой риск, там, каких-то потерь. А Алина может делать все это, но я вот даже, честно, не хочу об этом рассуждать, потому что я понимаю, какой это груз для 16-летней девочки, вот все время думать о том, что я должна, я должна, я за страну и так далее. Соне в чем-то легче, потому что, ну, она никому ничего не должна, честно, она проводит просто сезон своей жизни и наслаждается, по-моему, каждой минутой катания. Но у нее, мне кажется, программа просто пока не позволяет бороться вот именно за победу на чемпионате мира, да, на таком уровне. Даже безупречное исполнение может не принести ей вот победы именно. Я знаешь, о чем вспомнила? Вот когда-то, когда у Ягудина были тоже какие-то проблемы, что-то он падал, и рассказывали, что Тарасова взяла каких-то уникальных психологов, которые с ним поработали, он падать перестал и стал вообще на совершенно другом уровне кататься. Нет, это на самом деле такая немножко легенда. Вот Алексей давал интервью недавно нашей газете «Спортэкспрессу», в котором говорил о том, что на самом деле вот эта история о том, что как-то там волшебным образом ему помог психолог, это легенда. И просто Тарасовой нужен был человек, который мог бы ходить за ее спортсменом в мужскую раздевалку, потому что Татьяна Анатольевна, ну, по понятным причинам, не могла с ним там быть. Да ладно! А спортсмены проводят в раздевалке достаточно много времени, и, ну, вели крикцию тебе там, кто-то что-то скажет, кто-то как-то посмотрит, или ты сам просто там закопаешься в своих мыслях и себя там как-то перекрутишь. Поэтому и просто нужен был мужик, который ходил с Ягудином в раздевалку. Слушай, Наташа, ну для меня это странная история, потому что мне кажется, что Татьяна Анатольевна Тарасова человек, который не только в мужскую раздевалку, а во все остальное мужскую может зайти. Ну, есть какие-то все-таки нормы, да. Никто ее никогда не остановит. Ягудин сам рассказывал вот в интервью, что говорит, ну, мы с ним просто трепались там о женщинах, о фильмах, о чем угодно. Просто он как-то меня отвлекал, и я выходила и делала мою программу. Я думаю, что даже Ягудин не знал на самом деле, кто с ним рядышком ходит. Вообще потрепаться о женщинах, мне нравится такая тренировка, я бы поучаствовал в ней. Хороший подход. Друзья, «Страна о спорте» продолжается, мы снова прервемся ненадолго и вернемся к вам. Доброе утро. Страна ФМ и «Спортэкспресс» представляют «Стране о спорте». Лайф. Да уж, если не заниматься спортом, то хотя бы о нем поговорить с профессионалом своего дела. Сегодня на наши вопросы с Кутузовым отвечает обозреватель спортивного дома «Спортэкспресс» Наталья Марьянчик. Обсудили мы фигурку, все примерно понятно, пожелаем нашим спортсменам удачи. Я так понимаю, удача крайне важна будет на чемпионате мира. Ой, Наташа, напишу еще один вопрос по фигурному катанию. Не помнишь, есть вообще какие-то конкретные, когда он начинается? В конце февраля или в марте? 18 марта, если я не ошибаюсь. Во второй половине марта. Ну да, через полтора месяца. Ну будем ждать, будем смотреть. Давайте обсудим наших биатлонистов, потому что сейчас проходит этап Кубка мира. И я очень-очень хорошо помню, как мы радовались здесь с Владом, нашим победным в Аберхофе. Можно ли продолжать радоваться? Да, там же в один день, да, из мужской и женской сборной, там сложилось все практически. Да, это на самом деле сыграло такую злую шутку немножко, потому что вместе с вами очень многие в стране тоже порадовались. И люди, которые не особенно пристально следят за биатлоном, стали думать, о, ну круто, сейчас мы на следующем этапе так же, а потом еще круче. И как-то вот оказывается, что, ну, почему-то не получается. Дальше это вполне логично, ну, не бывает такого, что мы будем выигрывать каждый день у мужчин и у женщин. Но однажды выиграв, наши спортсмены, так скажем, задрали планку, и потом сами же не могут до нее допрыгнуть. Это вполне нормально. Если серьезно, то последний этап у нас прошел в Интерсельве. Это такое итальянское местечко, оно характерно тем, что оно высокогорье, то есть находится на высоте там порядка двух тысяч над уровнем моря. Ну, кстати, говорят, туда едут все вообще, потому что удивительная красота какая-то. Я там была много раз, там удивительной красоты места, честно. Вот если думаете, куда поехать в отпуск, там, в Альпы покататься на лыжах, то лучше места просто не найти. Там практически всегда солнечно, там потрясающей красоты горы, удивительная природа, много снега. Ну, правда, вот такая зимняя сказка. То есть и для спортсменов условия, можно сказать, идеальные. Да, условия идеальные, но штука в том, что не все вот в условии гипоксии на высокогорье чувствуют себя хорошо. Это такая индивидуальная особенность организма. Многие, я думаю, даже по себе понимают. Ну, кому-то в горах, наоборот, хорошо, легко, а кто-то прям вот плохо себя чувствует. Вот у спортсменов то же самое. Конечно, большинство из тех, кто у нас выступали в Интерселье, все-таки в горах в этот раз себя чувствовали не лучшим образом. Это нормально, потому что особенно чемпионат мира у нас пройдет в Астерсунде, это равнина, там уже таких условий не будет. Слава Богу! Да, поэтому не надо делать выводы, что вот если сейчас все было плохо, то и на чемпионате мира тоже все будет плохо. Нет, это абсолютно разные трассы, разные места. Это будет еще через месяц даже больше. Поэтому есть время, и все еще может сто раз измениться. Ну, у нас же в команде там огромное количество, во всех случаях в мужской, если я не путаю, людей от спортсменов, которые вообще никому неизвестны были до этого года. Или я путаю что-то? Скорее в женской, да. В женской, в женской, потому что... Абсолютно точно, да-да-да. Причем спортсменки, которые уже, ну, скажем так, для спорта уже в зрелом возрасте довольно, да, и которые не участвовали на таких мировых соревнованиях. Я вчера как раз писала статью, что если мужчина у нас, парень выигрывает в 25 лет этап Кубка мира, и считается, что, ну, ты что вообще-то, где был столько времени? Да-да-да-да. То в биатлоне там в 25 лет первый раз вышел на Кубок мира, вообще нормальная ситуация, молодой и подающей надежды. Хотя, ну, виды спорта очень похожие на самом деле, да, циклика и тут и там. Ну, так уж получается. Да, у нас очень сильно обновилась женская команда, и тут тоже кроется ответ на вопрос во многом, почему вот в начале сезона все было круто, в оберхофе все было круто, а потом пошло на спад. Просто девчонки не привыкли к такому ритму Кубок мира, это очень, на самом деле, динамичный турнир, то есть ты, начиная с четверга и заканчивая воскресеньем, выступаешь, потом переезжаешь зачастую не совсем близко в какое-то другое место и опять выступаешь. То есть нет фактически ни одного дня отдыха, ты либо в дороге, либо соревнуешься, поэтому, ну, организм просто не выдерживает. Наташа, сколько длится этап Кубка мира, получается, вот по времени? Ну, обычно где-то с четверга по воскресенье, ну, некоторые с пятницы, вот. Ну, соответственно, понедельник, весь понедельник ты в дороге, потом у тебя начинаются официальные тренировки, это же новое место, нужно вообще-то посмотреть трассу, там, пристреляться, там, погода может быть разная и так далее. Вторник, среда официальной тренировки, в четверг ты выходишь на старт. И так несколько недель подряд. И так вот, не то, что несколько недель, начиная с декабря и заканчивая мартом, вот, фактически беспал. Мне даже как-то жалко стало, мне кажется, ну, надо упростить немножко, пожалеть, как спортсмены. Ну, мы же зрители, понимаете, мы же потребители, зрители хотят каждый уикенд гонок, зрелищ, да, зима короткая, если мы еще будем эти зимние дни пропускать какие-то уикенды, то что ж такое, выходные, включил телевизор, а там нет биатлора. А там нет, действительно, ну, зачем тогда телевизор вообще? Юль, ты не помнишь, кстати, говоря, кто-то из Наташи на коллег из «Портэкспресс» нам рассказывал, вот, это лыжи, да, история, когда в гору нужно было на 4 тысячи километров подниматься, да? Вот это экстремальная гора? Это турдески, да. Турдески, да. Турдески, да, 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 точно, и не все смогли, некоторые сказали, я просто не поеду, потому что невозможно, очень тяжелая история. Конечно, это турдески, это подъем в гору, это, ну, просто горнолыжная трасса, по которой обычно люди катаются вниз, это вот так же в Италии, неподалеку от тех мест, где... Ну, ты идешь туда на беговых лыжах, да, понимаешь? Ну, ты идешь вверх на беговых лыжах, да. Примерно 4 километра. Ну, так, вот где-то так, казалось бы, 4 километра для лыжника это, ну, вообще немного, там, за 5 минут проехать, вот, но когда ты вот в такую почти вертикальную гору поднимаешься, то подниматься приходится зигзагами, потому что просто в гору невозможно, ты свалишься оттуда, то есть ты вот так вот змейкой как бы карабкаешься туда, и такое зрелище, когда даже элитные лыжники, сильнейшие мужчины идут практически пешком, шагают, они даже ехать не могут. А скажи, этот этап, он недавно, да, потому что я о нем, честно говоря, до этого года ничего не слышал вообще. Нет, турдески существуют довольно давно, да, лет, даже больше, лет 8, я думаю, где-то турдески существуют, это вот традиционно, и надо еще понимать, что это многодневка, то есть там даже не как у биатлонистов, а там гонки идут вообще без пауз на протяжении недели, и вот когда ты уже 7 дней отбегал, самые разные дистанции, там, от спринта до масс-старта, до марафона, до все подряд, и вот после всего этого тебе еще... Когда ты из многодних, я представляю сразу вот рюкзаки, еда с собой, там, спальные мешки, с ночевой, как-то все это пойти. Друзья, мы сделали небольшой перерыв, минуты через 4 вернемся и продолжим программу «Стране о спорте» на телерадиоканале «Страна.ФМ». «Страна.ФМ» и «Спорт.Экспресс» представляют «Стране о спорте». «Лайф». Зимние виды спорта мы обсуждаем сегодня с обозревателем издательского дома «Спорт.Экспресс» Натальей Марьянчик. Подходим мы сейчас к лыжным гонкам, и я же начала, немножечко у меня язык начал заплетаться, потому что хочется сказать, что там у нас все очень хорошо. И не только поэтому, Юль, ты же лыжник, вот, Мещерский лес, Репарк там возле. Где вы постоянно катаетесь? Мещера. Еще в один соу закатываем иногда, заглядываем. Ну, можете прокатиться вместе, кто хочет. А вы же, кстати, тоже, да, Наташа, катаетесь на беговых? Раньше, скажем так, и сейчас, к сожалению, уже возможностей времени не хватает, но да, это такая первая любовь к беговой лыжи. Я считаю, что это лучший зимний вид спорта. Так, девочки, а пока мы не перешли на личное, мы начали, я забыл уже о чем говорить. А я все помню, я все помню, Кутузов, сейчас в Швеции проходит, если я не ошибаюсь, 11 этап Кубка мира по лыжным гонкам. Уже завершился. Да, завершился. Ну, вот, вот, вот. Ну, вот, выходные, да. Выходные завершился, да. И у нас там много побед. Значит, давай, наверное, начнем с девчонок. У нас Россию представляли семь участниц. Соболева, Царева, Жамбалова, Ничиевская, Белорукова, Истомина и Непряева. Так точно. Чем отличились на этот раз наши девочки? Ну, наверное, тут стоит говорить не вот об этом конкретной этапе, потому что лыжи – это такая штука, где много дисциплины, в отличие от биатлона, где... Ну, тоже есть свои дисциплины, но, в принципе, каждый уикенд повторяются похожие события и выигрывают, ну, часто одни и те же люди, да. То в лыжах спринт – это одно, масс-старт – это другое, марафон – это вообще третье, эстафета – еще что-то отдельное и так далее. Поэтому говорить про какой-то один этап сложно, потому что сейчас одни были люди, через неделю будет спринтерский этап Кубка мира, там будут совершенно другие люди во многом. Вот, поэтому мне хочется сказать в целом про сезон, который наши лыжники проводят, ну, пока на данный момент, просто блестяще. В прошлом году на Олимпиаде, вот я была в Хинчхане, да, и там для коллег, ну, честно, и для меня тоже, вот, наша команда лыжная стала открытием, да. Это мэм Виальби, которая на трибунах сходила с ума, болея за наших лыжников, да, обошла все каналы страны, наверное, да, эти видео. И то, что наша команда, молодые парни, Устюгов не поехал на Олимпиаду, да, его не пустили, парни, да, и девчонки тоже собрались, выигрывали медаль. Вот тогда эти имена впервые зазвучали, и в этом сезоне ребят не только не сбавили оборотов, а прибавили наоборот. То есть и Устюгов еще к тому же вернулся, да. И девочки, которые в прошлом году так только робко пытались карабкаться на пьедестал, в этом сезоне, вот, Непряева с Белоруковой, ну, просто жгут. Они обыгрывают норвежек, Непряева стабильно на подиуме, вообще практически в любой гонке, в которой она принимает участие. И это действительно круто, то есть у нас лыжницы такого калибра не было, наверное, ну, со времен Виальби самой, да. Ох, хорошо. У нас Елена Валерьевна шутит, говорит, что я пообещала, что я не уйду с поста президента федерации, пока у нас олимпийской чемпионки не появится. Ну, еще, конечно, три года далеко, но Наташа вот делает такую прям весомую заявку на то же... Сколько лет Непряевой? Вот просто интересно, сколько... Вот чтобы сравнить, например, с тем же фигурным катанием, где девчонкам там по 16... Ну, ты знаешь, я точно не скажу, но немного, где-то 23, 24, 25, вот так вот. Ну, то есть тоже еще, еще у нее еще все впереди. Ну, тут нельзя сравнивать, как бы, циклические виды спорта, да, и... Безусловно. То есть тут расцвет часто наступает ближе к 30 годам, да, конечно, она молодая девочка, она совсем недавно по молодежи вообще еще выступала. Юлия Белорукова примерно столько же, то есть девчонки только вот в самом начале пути своего. Подожди, а вот ты сказала, вернулся у Стюгов, у него же была какая-то вот травма, что-то такое недавно вот случилось с ним. Да, у него, ну, сначала его не пустили на Олимпиаду, непонятно. Он палец сломал, да, по-моему? Да, потом он, да, в межсезонье просто на роллерах на асфальте неудачно упал и сломал палец. Причем, насколько я знаю, он рвался и говорил, да ничего страшного, я буду уступать. Да, он настолько, то есть, ну, настолько креативный парень, что он даже в Инстаграме просил помощи у болельщиков, говорил, я хочу кататься, но не могу со сломанным пальцем. Ну, потому что палец в гипсе, оно нужно же как-то палку держать. Говорит, может, вы мне посоветуете какую-то модель палок, ручку какую-то особенную, чтобы я мог? И там действительно умельцы как-то что-то пытались придумать, чтобы он все-таки мог кататься. Он тренировался как мог, с одной палкой катался. Ну, вот, насколько позволяло здоровье, он не бросал, и сейчас вернулся, конечно, очень круто готовым. Кто составляет достойную компанию Устюгову из мальчиков, из мужчин? У нас есть Александр Большунов, ну, все его помнят в прошлом году по Олимпиаде, тоже совсем молодой парень, только вот из молодежного возраста вышел. Немножко младше Сереги, очень круто тоже бежит и спринты, и дистанционные гонки. То есть сила и Устюгова, и Большунова в том, что они хороши практически на любых дистанциях. Это вот редко. Куда их не поставь, да, везде побегут. Да, любыми стилями, любые дистанции, это очень редкое качество на самом деле, но вот у них, у обоих оно есть. Есть еще норвежец Клэба, тоже примерный их ровесник, и такая вот новая поросль, да, молодых и дерзких лыжников. Не все в этом сезоне у Клэба получается, он вот пропускал последний этап Кубка Мира, у Устюгов нет с Большуновым, а Клэба пропускал, готовится к чемпионату мира очень серьезно. Посмотрим, что там будет. Кстати, про чемпионат мира, Наташа, когда он состоится, чемпионат мира по лыжным гонкам? Чемпионат мира состоится, если я не ошибаюсь, 20 февраля, он начнется в Зейфельде, это в Австрии, еще до него будет пара этапов Кубка Мира, но там уже не все будут выступать, ну, в зависимости от подготовки, вот я вчера разговаривала с Маркусом Крамером, это немецкий тренер наших, одной из групп наших лыжников, так скажем, сейчас все разъехались на сборы, вот группа Крамера будет готовиться в Италии, кто-то в Сочи, кто-то еще там где-то, в общем, каждый будет по своему плану идти к чемпионату мира. Слушайте, у нас остается, вообще мне нравится, когда у норвежцев что-то не получается, вот как-то вот, ну, как-то хорошо, мне кажется. Наталья Марианечка из издательского дома Спортэкспресс была с нами, Наташа, огромное спасибо. Тебе супер интересное, все разложила по полочкам. Все, Юлия Егорова, Влад Кутузов, завтра вернем в 7 часов утра сюда. Обязательно. Пока-пока.